Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем с большим опозданием нашу лекцию. Сегодня у нас были серьезные основания для задержки. И надеюсь, вы отнесетесь к нам снисходительно. Сегодня у нас фактически последняя лекция по проблеме тепла и платежей за него. Она называется «Тарифы и нормативы учета качества. Взгляд на проблемы председателя Совета Дома». Сегодня у нас выступает практик Андрей Сорокин. Прошу прощения, Андрей Николаевич Сорокин. Представляем ему слово, слушаем, записываем, учимся. Здравствуйте, меня зовут Андрей Николаевич. Я буду говорить, наверное, долго. Может быть, даже скучно кому-то покажется. Но это единственное, что прошу меня не перебивать, а записывать. Если будут какие-то неясности, вы просто запишите, а в конце встречи вы спросите. Договорились, да? Когда я готовился к встрече, меня Марина Петровна просила начать с самого начала. То есть с нормативной базы, а именно с жилищного кодекса. Правильно понял, да, Марина Петровна? Просто, да, покасательно, да, конечно. Потому что начинали мы все, допустим, в районе, в Бутырском, общественную деятельность с самого начала. Это сообщение с управляющей организацией, что это за организация, за что она с нас берет деньги, как она их тратит. Нам это не понравилось, поэтому пошли дальше и дальше. Познакомились не только с жилищным кодексом, но и с 491-м постановлением. Это правило обслуживания общего имущества в содержании. 354-е постановление правил представления коммунальных услуг. Это все те документы, которые нужно знать. И на основании этих документов мы с вами, как собственники помещений, квартир, заключаем договор с управляющей организацией. Договор управления МКД. Вот эта книжечка, это типовой договор, который подписывали все в Москве люди под управлением ДЭЗов. Тогда еще московских, это был 2007-2008 год. Помните, были у вас такие книжечки, нет? Нет, в 2008-м не было жилищника. Были ДЭЗы. В 2008-м были ДЭЗы. Вот если у вас нет таких книжечек, значит вы их где-то потеряли. В свое время всех собственников вызывали в ДЭЗы, они эти книжечки подписывали. Книжечки очень важные. Здесь распишены наши права и обязанности и потребителей, и права и обязанности управляющей организации. Первый, самый главный пункт, вернее пункт 3.1, который здесь правая обязанность сторон. Управляющая организация обязана указывать услуги по содержанию и выполнению работы по текущему ремонту. То есть то, что она и делает, обслуживает жилой фонд. Еще также пункт предоставлять коммунальные услуги. ХВС, ГВС, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. Почему я на этом заостряюсь? Потому что когда жители, собственники, сталкиваются с проблемой коммунальных услуг, то иногда управляющая организация имеет привычку их отфутболивать. Это идите в Мосводоканал, это идите в МАЕК, Мосгортепло раньше был, туда и сюда. Люди начинают бегать. Бегать никуда не надо. У нас есть договор, где именно управляющая организация является исполнителем коммунальных услуг. В наших ЕПД получателям денежных средств числится тоже ГБУ-жилищник, управляющая организация. Поэтому все вопросы только к ней. Мы еще к этому вернемся в процессе встречи. В этом договоре я вам хотел бы еще, с самого начала, с чего мы начинали. Есть такой пункт, пункт 6.1. Контроль над деятельностью управляющей организации в части исполнения настоящего договора осуществляется собственником помещения. То есть все должны знать, что самый главный контролер над управлением организации мы сами с вами. Не надо надеяться ни на управу, ни на жилу инспекции, только на себя. Это нам, правда, дано законом и договором. Также договор содержит здесь приложение. Приложение – это очень важная вещь. Они не менее важны, чем самый договор. Приложение номер один – это перечень общего имущества. То есть все, что входит в общее имущество. Как правило, этот не заполняют пункт договора. И совершенно зря. Потому что, когда возникает какой-то спорный момент, или судебный, приходится обращаться к этому. Вот у нас есть перечень общего имущества, что входит, что не входит. В свое время я столкнулся с этим, и мне это помогло поначалу насчет общедомового прибора учета тепловой энергии. Меня все убеждали, что он относится к ГБУ и РЦ, то еще куда-то. А он в моем договоре управления стоял в приложении. Вот здесь у меня была отметка. Это образец, что ОДПУ центрального отопления входит в состав имущества, ремонта не требуется. ОДПУ горячего водоснабжения входит в состав имущества, ремонта не требуется. Просто это потом послужило основанием для моего иска в отношении управляющей организации, которая, как я посчитал, ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию общего имущества. К суду я потом еще вернусь, но вот с этим я закончил. Вот это очень важный документ. И насколько я знаю, Татьяна Осиповна всегда на своих занятиях на это обращает внимание, что договор надо читать, а особенно это относится к новостройкам. Потому что в новостройках частные компании такие договоры составляют, что я однажды просто не подписал, когда сын у меня купил квартиру новостройки, мне не выдавали ключи от моей же квартиры, вернее, от его, которая была полностью оплачена. Но пришлось их приплывать прокуратурой. Ключи мне, конечно, выдали. Договор я так и не подписал до сих пор. Я оплачиваю коммунальные услуги, потому что я это обязан делать, но договор не подписан. Итак, управляющая организация является исполнителем у нас коммунальных услуг. Одной из самых, ну, наверное, таких денежных услуг, которые нам оказывает управляющая организация, является центральное отопление. Центральное отопление... Подальше, да? Так, да, вы мне говорите. Чтобы оценить, много вы платите или мало за центральное отопление, есть много способов. Это посмотреть, какой у вас норматив, такой расчетный коэффициент. Сколько у вас гигакалорий на оплату на квадратный метр в месяц? У кого-то это 0,7, у кого-то 0,10, у кого-то 0,16, у кого-то 0,23. Да, такой у нас в Москве разброс этих показателей. Это зависит от того, как нас отапливают, от наших взаимоотношений и от взаимоотношений жилищника с МАЭКом, с нашей основной ресурсной компанией. Если вы поделите сумму, которая вам начисляется в рублях на ваше отопление, на квадратный метр, у вас получается какой-то показатель. Ну, я считаю, что нормальный показатель, я потом докажу, если 24 рубля, если 20, это идеальный. Если 40, это вас просто грабят. Но вы так проверьте, сколько у вас рублей приходит отопление на квадратный метр. Это все, конечно, завязано с гигакалориями, но тому, кому сложно считать гигакалории, может посчитать по рублям. Откуда берутся эти рубли, вот об этом мы сейчас и поговорим. Вот это многоквартирный дом. Здесь показаны две трубы. Одна подача, другая обратка. Наверняка на прежних занятиях вы эти картинки уже все видели. Одна подающая труба, одна обратная. Так называемая обратка. Между ними сбор учета. Видите, там нарисован маленький, да? ОДПУ. Вот ОДПУ снимает показания и на входе, и на выходе в труб. Снимает он показания температуры, массы, проходимой через сечение каждой трубы. И давление он также еще фиксирует. Давление, хотя и не фигурирует потом в оплате, в расчете на оплату. Но это очень важный элемент. Вернее, не само давление, а разность давления. Каратаев уже на своей лекции об этом говорил. Потому что разница давления между подачей и обраткой создает теплового потока, теплоносителя. Чем больше его движется через дом, тем больше денег мы платим. Чем больше масса проходит. Почему? Как снимает температуру датчики давления и объемов? ОДПУ снимается сигнал и превращается в электрический интегратор. Массово прибор не снимает. Он снимает скорость движения, потока. Скорость движения умножается на площадь сечения трубопровода. И получается уже скорость движения, которая переводится в массу. Интегратор все это перемножает. Каждый период какой-то краткосрочный. К конца дня суммирует. Если вы посмотрите на свои температуры по суточной ведомости, то Марина Петровна должна была раздать. Есть у вас такие? А, не взяли? Да, ну тогда разберите, чтобы я не на пальцем показывал. Давали такие, да? А, ну это другие, это другие. Сейчас просто по этим мне надо будет кое-что вам показать. Вот то, что вы мне давали. Посуточная ведомость на отопление. Да, с температурным графиком в паре. Потому что они сейчас будут смотреть там кое-что. А они в паре идут. Не, а пока не выводите. Пока не выводите. Не, 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 не. Сейчас я... Это очень много. Это очень много. 24,010 гигакалорий. Это даже чуть-чуть побольше, чем надо. По итогам какого года? Я вам потом скажу, что открыть надо. Там на двух сторонах распечатано. Там на двух сторонах распечатано. Там на двух сторонах. Там на треть коры. Там на carga будут получать. Там много разверllie arte elaborата. Там на новом батаре. Тут не видите. Тут не есть на втором, вот так и черное место. Там наього... Спасибо. 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 Разница температур, хорошо, она фиксируется в температурном графике. Это очень важный документ, который утверждает и департамент ЖКХ, и руководство МАЭКа, и передается на исполнение уже своим низовым звеньем, ЦТП. Это самое рабочее звено МАЭКа, нашей ресурсной компании. Если мы вернемся к показателю Q, M на разницу температур, то интегратор, который снимает все показания температуры, массы, он фиксирует их как ежедневно. Вы это можете видеть по суточной ведомости. Каждый день он фиксирует это количество геокалорий. Вторая колонка слева, после даты число, и калории зафиксированы. Смотрите. И потом интегратор все это суммирует за месяц. И вот за этот месяц потом МАЭК выставляет управляющей организацией деньги, счет за поставленное тепло. Сколько нужно подавать тепло в дом? Ну, существует много точек зрения. Я считаю, что нужно подавать столько, сколько дому нужно. Дом, как физическое тело, допустим, зимой остывает. Для того, чтобы поддерживать, вот в этом доме, чтобы поддерживать, когда, допустим, плюс 2, а здесь плюс 22. Дом тепло, вот чтобы здесь поддерживать 22 градуса, нужно какое-то количество тепла подавать. Как раз тепло Q. Если на улице минус 10 будет температура, то это Q будет намного выше. Это можно будет потом посчитать через температурный график. Конечно, в идеале было бы иметь расход тепла на каждый дом по отдельности, в зависимости от уличной температуры. Эту работу, это расчетный способ назвать, есть аналоговый, это расчетный метод. Она очень трудоемкая, но ее возможно сделать в нижних условиях при развитии вычислительной техники. Если бы такие расчеты были по каждому дому сделаны, было бы снято очень много вопросов по отоплению и по взаимоотношению с управляющей организацией и с ресурсной компанией. Но пока этого нет, мы пользуемся аналогом. Показатель Q потом делится на площадь всех жилых и нежилых помещений и на 12. И получается тот самый норматив, так называемый, хотя я его не называю нормативом. Это расчетный коэффициент, который потом используется для начисления нам. Вот если вы посмотрите в свои ЕПД, у вас там гигакалории. Вот этот норматив, ну якобы это, на умноженная площадь вашей квартиры. И получается гигакалории, которые вы ежемесячно оплачиваете. У кого-то их много, у кого-то больше. В доме эти гигакалории на квадратный метр у всех одинаковые. А вот в разных домах они разные. И скачут они очень здорово. И это все связано со многими проблемами в теплоснабжении. Мы в своей работе, ну, будет и разница, общественная организация, у нас 25 советов домов объединены в организацию. 25 советов домов, 25 домов. Выдели три проблемы в теплоснабжении. Первый, конечно, это учет тепловой энергии. Это связано, есть прибор учета, общественная дорога или нет. Работает он или нет. Это очень большая песня. Второй, это качество отопления. И третий, размер наших тарифов. Из вас, наверное, мало кто знает, что в Москве до 2019 года существовал два тарифа на тепловую энергию. Пониженный и повышенный. Об этом никто не знает, не знает даже МФЦ. Потому что у них в программе был только один повышенный. И люди платили ни за что. Поэтому мы зайдем в пользу. Начнем с учета первой проблемы, которая есть в Москве. Учет тепловой энергии у нас ведется с помощью ОДПУ. ОДПУ это приборы, которые в 2013 году попали в руки одной интересной компании, ГБУ ИРЦ. Вы знаете, что это за компания, и о ней здесь часто говорили. ГБУ ИРЦ компания, которая подчиняется только департаменту ЖКХ. У нее нет договорных отношений ни с нами, ни с управляющей организацией. И поэтому она никому ничего не обязана. Почему мне пришлось судиться? Потому что она, ну, допустим, в 2015 году не ремонтировала приборы своей учета. Ну, не хотела просто. И многие дома, вот с 24 рублей, это 0,10 гигакалорий на квадратный метр, сразу перечли на 0,16. Деньги потекли в известном направлении, а люди бегали, судились, ничего добиться не могли. В моем доме год не работал прибор учета. И я платил из расчета 0,09 постоянно. Это нормально было для меня. И в год отцелу платил 0,015 там с чем-то. Я в гигакалорий за квадратный метр. Хорошо, хорошо, хорошо. То есть, если перевести в рублях, у меня было полторы тысячи, ну, трехкомнатная квартира. Стало 2,600, на 70% больше. Я написал претензии в управляющую организацию свою. Сказал, ребята, прибор, общий домой входит в состав общего имущества, вы его не обслуживаете. Я понесу за вас убытку. Прошу вас возместить в соответствии с договором. Они сказали, прибор не наш, привела от мастерской БУРЦ, иди туда. Я последовательно прошел все ступени. Управа, префектура, зашел до мэрии на Тверской, 13. Мне там тоже ответили, если тебе что-то не нравится, иди в суд. Я пошел в суд. Мои исковые требования основывались на том, что у меня заключен договор с управляющей организацией на обслуживание общего имущества. Я им оплачиваю ежемесячно за обслуживание общего имущества из тарифов, которые утверждены на настоящий момент. Они свои обязательства не выполняют. Из-за этого я целый год платил за отопление по 1100 рублей каждый месяц больше. То есть у меня там 13 тысяч, я посчитал себе чистый убыток. Заявление я сдал в Останкинский суд районный. Останкинский суд вынес решение, что я приложил все документы и приложения к этому договору, где было написано, что убор учета относится к общему имуществу, и они его обязаны содержать. Останкинский суд вынес решение, дословно, что раз ОДПУ в нашем доме является собственностью города Москвы, то город Москва и вправе решать, кто им занимается, кто его ремонтирует и в какие сроки. Ремонтировали мне его больше года. Вернее, год ремонтировали, потом 2 месяца ставили коммерческий учет. То есть суд я проиграл. Поэтому договор у нас, конечно, нужная вещь, но иногда он мне не помог. Вот такая история у меня получилась ОДПУ. Наверное, потом многие уже люди повторялись, много было судов. Но сейчас бы я хотел вернуться к истории норматива. 0016 гигкалорий на квадратный метр. Откуда он взялся? Вы не сделаете фотографию, да, Мария Петровна? Делаете, да? Ну, тогда давайте. Просто норматив 0016 гигкалорий на квадратный метр в месяц появился в 1994 году. Поставление номер 41 ПП Москвы подписано еще Лужкову. Медленно. Да, 41. Ладно, хорошо. ПП 41 от 1994 года. Это постановление правительства Москвы, подписанное Лужкову. 94, да, это старое. 41. А теперь выходит в такой? Нет, я не думал, что они все так записываются в старых. А вы это не видите? Нет, я думал, может быть, выборочно они все конспектируют, да? Конечно. Что-что? Норматив 0016 в месяц. А вот сейчас мне нужна фотография. Вот это, вот это, вот это, вот это, 0016, да. Сейчас я выведу ее, и вы сразу поймете... Вот здесь люди уже не думают, 16 тысяч, и для того, на что? На квадратный метр в месяц. Живой? Уважаемый. Да. Вы сейчас видны, которые нет, не пишите, видны, которые... Да, у меня тоже нет. Да, у меня тоже нет. Но вы каком разограли? Если читаете лекции тем, что, во-первых, от конспектируют, то только даже я забываю, что с ним был 16. Сейчас, сейчас вы все поймете. Сейчас вы все поймете. О, переверните ее, переверните ее. Перевернуть надо. Ничего ничего не усваивает? Сейчас, сейчас. У меня только это листочек отдайте сразу. Да, да. 0016 норматив. Когда вы умножаете на метр свой метр на площадь своей квартиры, вы получаете гигакалории на месяц, свою квартиру. Умножаете на тариф, получаете сумму, которая в ЕПДшке у вас фигурирует. У нас в ЕПД у квартиры, в ЕПД желает и желает? Нет, там только желает. По квартиру ваша 53 метра. 53 метра. А сейчас я расскажу, как вам использовать. Сейчас расскажу. Сейчас, сейчас переверните ее на 90-е, это очень важно. А вы сфотографируйте сюда под углом. Короче, так. Я думал, вы будете просто класть куда-то и будете... Нет такого. Это да. Ну, вы хоть поняли, что такое 0016, нет? Вся Москва подсела на эти 0016 и мучается уже сколько лет. Все платят годами, Татьяна Анатольевна. Все платят прям с удовольствием бегут. Прям радуются. Ну, а что, у нас в районе 3 года один дом платил, примерно, 16. Никто не догадался спросить, а откуда это взялось? О, все, есть. Все, смотрите теперь внимательно. Самую левую там месяцы, подойдите даже, кому не видно, это очень важно. Увеличивайте, ага. Смотрите, вот подойдет сейчас. Значит, в силу постановления номер 41, еще подписан Юрию Михайловичу Лужкову, был и такой установлен порядок. Не работает в январе прибор учета тепла. Для оплаты жителей мы ставим 0016. Все поняли? Все поняли. В феврале не работает, ставим 0016. В марте работает 0016. Дальше у нас отопительный сон заканчивается, ничего писать не надо. Потому что прибор не работает, отопительная система отключена. Отопление у нас начинается в октябре. Ну, не считая нам пробные топики, сентябрьские, там 3 дня. В октябре опять 0016, ноябрь 0016, декабрь 0016. Если мы просуммируем эти гигакалории, у нас получается 0,112 за год. Так как мы платим равномерно погоду за 12 месяцев, по этому нормативу мы делим вот эти гигакалории 0,112 на 12, получается 0,093. Чувствуете разницу, нет? Вообще, я так и прощаю, у Вектора. Все такие очень простые вещи приняты в виде слайда, в виде слайда. Ну вот, слайда. А вот, слайда. А вот, слайда. А вот это, наоборот, не понимаете. Ну вот, слайда. Ну, поближе. Вот, смотрите, 7 месяцев вам начисляли по 0,016. Это получается 0,112. Ну, 7 на 16 умножить, 112. Этот платеж, эти гигакалории, нужно разделить на 12. Мы же платим равномерно. Получается, у нас на месяц 0,09 тысяча гигакалории. В месяц 0,2, 0,2 нуля. А вы сказали 0,9. Нет, нет, я не мог сказать 0. 0,09. Почтан, запятой. Давайте здесь 0,09. Давайте у нас будет десятые, сотые, тысячные, десятые. Ну, давайте, давайте. Было 16 тысяч. По итогам 12, когда-то стало 0,09 тысячных. На 7, на 7, на 7. О, о, о. Черный? Давайте, черный. У нас было 7 месяцев. Было 7 месяцев. Умножаем на 7. Сколько получилось-то? Во. Вот эти 0,0,112 гигакалорий на квадратный метр в наших квартирах мы будем делим равномерно на 12 месяцев. Делим на 12. Видите? 9,00 гигакалорий на квадратный метр. Понятно? Да, должна умножаться. Вот это и есть настоящий норматив для Москвы. Вот, 0,09, еще установленный Лужковым. И по этому нормативу при неработающем счетчике рассчитывались ТСЖ и ЖСК, кооперативы. Почему? Мы, жившие в домах в Дезовских, платили и за летние месяцы у нас вот не 7 было, а 12. И поэтому здесь, если умножить на 12, разделить на 12, здесь было 0,016. Это очень много. Это на самом деле переплата. Незаконная. За неотапливаемые. Да, да, за неотапливаемые. И если бы мы платили правильно в те годы, мы платили бы из расчета 0,09. И это было бы 20 рублей на квадратный метр, как у этой дамы, а не 42, как у вас. Согласны мы? Теперь поняли, откуда это взялся норматив? Что было при той власти. А вот Дезовские дома платили 0,016, потому что они с МАЭКом не хотели воевать. ЖСК и ТСЖ судились и выигрывали суды. Они говорили, что мы не должны платить за летние месяцы, вот там пустота, видите, где она, с мая по сентябрь месяц, и не платили. А мы с вами, которые Дезовские дома, платили, они судились. И есть решение суда, я специально его взял, даже хочу вам прочитать, почему не надо было платить. Сейчас, сейчас мы дойдем до сентября. До сентября, сейчас. Не спешите с вами сказать. Я решение суда вам прочитаю от 2015 года. Суд находит обоснованное возражение ИСЦА о том, что постановление правительства Москвы номер 41 от 1994 года, утвердивший норматив 0,016 гигакалории, не содержит сведений о том, что он рассчитан исходя из 12 месяцев отопительного сезона, как полагает ответчик. Установленный норматив 0,016 гигакалорий на квадратный метр рассчитан исходя из месяцев отопительного сезона, то есть учитывает фактические затраты энергоснабжающей организации, а не из календарного года. Вот это все было. Но МАЭКу это не понравилось. И в 2015 году, в июле месяце, Сергей Семенович подписал постановление, что этот норматив 0,016 нужно считать не из расчета отопительного сезона, а из расчета календарного года. И все стали платить при неработающих приборах учета не из расчета 0,09 тысячных, а из 16 тысячных, а 70 процентов больше. Вы поняли разницу, нет? Записывайте все. Чему это привело? Это привело к тому, это судебное решение состоялось, а вернее постановление правительства вышло в июле 2015 года, из 16-го года расчет стал вестись из расчета календарного года. То есть полностью из отопительной и из неотопительной месяца при неработающем приборах учета стали брать 0,016 квартиру. Счетчики по Москве вдруг стали все резко ломаться, и никто их ремонтировать не стал. По информации из жилинспекции московской, я тогда в Северо-Востоке руководитель жилинспекции был, он мне сказал, что в отдельные моменты доля неработающих приборов учетов в Москве доходила до 45 процентов. То есть, представляете, почти пол Москвы сидела на нормативе. И вот те дома, которые платили там 0,10, 0,11 тысячных, они стали платить 0,016. Просто какая прибыль пошла у маяка, необоснованные, конечно, но что поделаешь. Какое было принято постановление правительства Москвы. Да, отбалды, потому что те люди, которые оспаривали этот норматив в судах, они приводили теплотехнические расчеты, научно обоснованные, что этот норматив 0,016 по году, он ничем не обоснован для нашей широты. Настоящий год наш 0,09. И я лично, вот мой дом при этом нормативе жил, и он еще с запасом. То есть зимой у меня было 24 градуса, у меня не было холода, мне этого хватало. Но меня посадили на 0,016 целый год. Потому что вышло такое постановление правительства. Для нас это было невыгодно. Выгода приобретателя здесь явной. Вы сами понимаете, кто приобретатель. Это ресурсная компания, которая просто начала получать деньги из воздуха. Так, с нормативом покончили. Потому что история вот этого норматива 0,016, о ней ни маяк, ни никто не очень так любит вспоминать, откуда он этот норматив взялся. И они не очень любят беседовать. Они вот когда вот общаются с потребителями, с нами, говорят, о, у тебя отопление 0,15, так это меньше норматива, у тебя нормально. А то, что люди там приоткрытых окнах зимой живут, это разница. Это меньше норматива, все. Никакого перетопа нет. А я, допустим, считаю, перетоп, даже вот выше 0,09, это уже не нормально. Потому что это нормальный норматив, который был и который, ну, так отменили. Причем, когда его отменяли, если представители ЖСК и ТСЖ приводили какие-то научные доводы в обосновании вот этого норматива, то суд вынес решение просто так. Потому что исполненный орган, субъект города Москвы, имеет право устанавливать норматив. Раз имеет, он такой установил, все. Верховный суд подтвердил решение Мосгорсуда. И этот норматив остался сильным. С этим было покончено. Так, по сути, я вам рассказал, что это. А, ну давайте к схеме вернемся. Давайте к схеме вернемся. А, нет, это ты позже. Вот к этой. Верните вот тут. Так, вот эта схема. Второй вопрос, как я сказал, это учет тепловой энергии, качество отопления. Вот, чтобы оценить качество отопления, нужно договориться, по каким критериям это качество нужно оценить. Качество отопления в 354-м постановлении, которое перекочевало в наш договор, оценивается там по температуре наших квартир. Причем температура должна в жилых комнатах быть одна, а, допустим, в ванной там 25 градусов. Как сушилка. А к жилым помещениям, там такой норматив очень интересный, он и в 354-м у нас договоров, не ниже плюс 18, в угловых плюс 20. В ночное время от 0 до 5 опускается еще на 3 градуса, то есть возможно 15 градусов в нашем жилом помещении. А верхний предел не обозначен в 354-м постановлении. Там есть только ссылка на один документ, на госно-коммунальные услуги. В госно-коммунальных услугах тоже нет верхнего предела температуры в нашем помещении. То есть верхний предел только обозначен в Санкине. Собственно, у нас только два документа, которые регламентируют температуру в помещении. Это госно-коммунальные услуги от 2000 года и санитарные нормы и правила, подписанные о нищенке в 2009-2010 году. В гости не указан верхний предел наших температур в жилых помещении. Это очень важно. Это было сделано, я считаю, сейчас специально. В основном не указано 24 градуса в жилых помещении. Также в 354-м есть указание на то, что не допускается превышение более чем на 4 градуса. Когда там начинаются какие-то штрафные санки с управляющей организацией. То есть фактически у нас устанавливается от 18 до плюс 28. На себя. С таким люфтом нас можно отапливать как угодно. В 18 это холодно. По нормативу это нормально. Претензии никто у вас не примет. Если плюс 18. Управляющая организация скажет, мы укладываемся в договорные обязательства. Если будет плюс 28, это явный переток. Вам будет очень жарко. Но тоже доказать ничего невозможно будет. Поэтому вот такие критерии заложены. Но есть еще другой критерий. К сожалению, я считаю, что мы его не можем использовать, потому что мы не заключали прямой договор с маяком. Договор заключала управляющая организация с маяком. Вот он есть. Здесь один есть пункт. Что маяк, как поставщик тепловой энергии на отопление, на ГВС, собственно, на отопление, обязан придерживаться соблюдать температурный график. Такая фраза есть. Но беда в том, что здесь не прописана ответственность за нарушение температурного графика. И когда они его нарушают, то сделать им управляющей организацией ничего не может. Мы можем общаться только с управляющей организацией. Давить мы на нее можем, и мы давим. Сейчас вам сейчас покажу, как. Как она общается с маяком, там общение очень тяжелое. Хотя есть договор о теплоснабжении, федеральный закон 190. Федеральный закон о теплоснабжении, это главный закон о теплу. Там четко прописано, что в договорах на поставку тепла должна быть обязательно прописана ответственность поставщика за нарушение температурного графика. А что такое нарушение температурного графика и как оно оборачивается, можно показать на одном конкретном примере. Вот вам Марина Петровна раздала листочки, Марина Петровна. Откройте нам температурный график и посуточные ведомости за январь. Отопление. Вот эти вот. Я вам сейчас покажу, что значит нарушение температурного графика, как оно отражается на нас. А рядом еще не взяты сильно? Ага, ну хорошо. Хорошо, хорошо. Давайте. Вот это темп... У нас мы рассматриваем посуточную ведомость за январь 2020 года. Январь уже прошел. Месяц был теплый. Температура января была плюс 0,1 градуса. Это данные с метеостанции на ВДНХ. Потому что я живу на севере, и северо-восток в север, обсчитываются по ним. Но давайте от них отталкиваться. Потому что этот дом тоже в северо-восточном округе, в Бутырском районе. Примем за данные, что температура среднесуточного отопительного месяца была 0 градусов. Смотрите по температурному графику 95,70. Какие должны быть температуры подачи и обратки? При нуле градусов. 95,70. 95, T3, T4, смотрите. Я вам на примере, чтобы учились, как нужно расшифровывать вот эти все документы. Как нет, все мы раздали. А, нет, график 17,18 нормально. Смотрите. Посуточная ведомость нужна, январская будет потом. Вы смотрите температурный график. Нужно вам посмотреть температуру подачи и обратки при температуре наружного воздуха 0 градусов. Т3, Т4. Колонка 95,70. Не, не в середине, все правее, 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 все правее. Это третья колонка справа. И вторая колонка справа. Да, и дальше. А обратка, обратка. Да, 58 на 48. То есть дом, вот который мы рассматриваем, это дом в Бутырском районе, из-за среднесуточной температуры должен был в среднем по месяцу, ну, 0. Представьте, что весь месяц была 0, не менялась температура. Нас бы, вот, отапливали в таком, 58 на 48. Теперь смотрите колонку, последнюю строчку посуточной ведомости за январь 2020 года. Какие температуры фактические были там? Да, теперь посуточной ведомости открываете. Т подачи, Т обратки. Это посередине, после утечки колонки. Месяц и того, и того. Можно, конечно, по месяцам, но интересно сразу месяц. О, 55 и 8 на 42. Но главное не 55, 8 и 42, а главная разница. Какая разница между температурами? И того. Последняя строчка. Последняя строчка. Посуточной ведомости. 13 градусов. Да, вот видите, все нашли. Татьяна Васильевна. Вот она, вот она, вот, вот, вот. И того. И того. Смотрите. Гигакалорий, масса. Дальше утечка. Т подачи, Т обратки. Видите? Подмест утечка. Подмест пустой, утечка, да. Ну, там меньше. Есть, есть. Т. Т подачи, Т обратки. Давайте ручку, давайте ручку. Не надо. Угодай, не есть. А. Кого там? Не надо. Так. Так, вы нашли Т подачи, Т обратки? Да. Разницу. Столбцы. Последнюю самую цифру, смотрите. Итого, итого. Сколько? Тринадцать градусов, да? Тринадцать. Так, смотрите. Значит, по норме у вас было 58 на 48. Они, Т подачи, немножко запускали ниже, но они удлинили график. Они сделали не 58 на 48, а фактически сделали 56 на 43. То есть они 13 градусов сделали разницу между подачей и обраткой. А теперь вы вспоминаете формулу седьмой класс, которая была на рисунке, на первом. Q, которая остается в доме. C, M на разницу температур. Вот представьте массу, которая прошла через дом за месяц. 55 тысяч тонн. Видите, нет? G. G подача. Видите 5 тысяч тонн? 5. 5 тысяч тонн. 5 тысяч 36 тонн. Вот там 23, это меньше, там, десятый процент. Вы видите, 5 тысяч тонн прошло через дом. То есть фактически тепла должно было в дом получить 5 умножаем на 10-50 гигакалорий. М на разницу температур. Помните, на первом рисунке? Давайте вернем. Верните, 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 верните рисунок. Верните рисунок. Да нет, над рисунок, над рисунок первый. О, вот он. Смотрите, Q, которая осталась в доме. Q, Q, минус один. Да. Теперь микрофон. Все. Q равно M на разницу температур. T подачи минус T обратки. Масса у вас видна. 5 тысяч тонн. Разница нормативная у вас 10 градусов. Согласны вы? Это факт 13. Это факт. То есть вам должны были загнать 5 тысяч тонн при разнице 10 градусов. А вам сделали 5 тысяч тонн при разнице 13 градусов. То есть вам 3 градуса на 5 тысяч тонн добавили. Добавили. Вот эти 3 градуса на 5 тысяч тонн это 15 гигакалорий, которые влили в дом ненужных, лишних. Это классический перетоп. Вы поняли, чем грозит нарушение температурного графика? Не поняли, да? Деньгами. Все, все недоразумения, все отклонения по давлению, по температуре, по массе, все оплачивается из нашего кармана. Вот почему нужно следить за своей управляющей организацией, участвовать в обходах общего имущества, смотреть, лазить по подвалам, как мы делаем. Смотрите, есть ли прибор учета, как он работает, какие он показывает текущие показания. Но вы все поняли, откуда взялись эти лишние гигакалории. То есть вы берете по суточной ведомости, по своему дому, можете анализировать каждый день, но лучше за месяц. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас в последовательности мы дойдем. Вот это все сделано выборочно. Это я сейчас вам просто показал, как один пример. На самом деле, надо все это делать системно. Как системно? Ну, опять немножко я углублюсь в историю. Если это интересно, Татьяна Ивановна позволит мне это сделать. Как мы пришли к этому всему делу? Ну, я начинал с одного прибора учета. Дело в том, что у нас в районе появилась однажды компания «Энергосервис». Слышали вы про такие? Которые приходят к вам в дом и говорят, у вас большой расход тепла, вы там, у вас там расход на квадратный метр, 0,18, 0,16, 0,20 даже бывает. Мы вам на 20% уменьшим. И они вывесили на сайте 15 домов, сказали, что в этих 15 домах мы будем проводить собрания, и у вас такие большие. Мы вам на 20% уменьшим теплопотребление. А из этой экономии, 20%, мы 80% заберем себе, а 20% оставим. То есть, вам ничего не оставим практически. Ну, люди стали возмущаться, что это за компания. А мы им сказали, вообще-то нужно сначала выяснить, а почему такое большое теплопотребление в домах. Дома современные, а у них больше норматива, больше 0,0,16. Такого быть просто не может. Ну, либо они сидят на перитопе, либо там утечка тепла, либо еще там что-то. Потому что дома современные, не картонные домики, в которых нужно много тепла, чтобы отапливать. Ну, люди собрались, мы им всем объяснили, что прежде чем начать, нужно проанализировать ваши дома. Мы начали анализировать дома. Для того, чтобы эти дома анализировать... Ну, вы запишите, записывайте свой вопрос. Ну, вы запишите. Послушайте, у нас все попадает в выкид. Если вы не говорите в микропорту, ничего не слышно тем, кто в этот момент слушает. Ну, понятно. Тогда записывайте. Ну, вы запишите. Ну, все поняли вроде дома. Для того, чтобы выяснить, какая все-таки картина в районе, как идет теплоснажение многоквартирных домов, мы составили вот такую табличку. Это полотно у него месяца на экран, я вам просто издали покажу. Это таблица за несколько лет, все дома района. За 4 года показаны нормативы, вот эти вот, на квадратный метр по каждому дому. Молодцы, да? И вот здесь, когда мы стали смотреть, это, наверное, расчетный коэффициент просто будет. Да, да, да. Вы посмотрите, пожалуйста, как правило. Хорошо, хорошо. Расчетный коэффициент. У кого-то 0,16, у кого-то 0,20. Причем не было никакой зависимости между температурой, там, отопительного сезона, что была какая-то теплая, холодная зима. У каких-то домов было теплопотребление, росло ежегодно. У кого-то уменьшалось. Доходило до того, что рядом стоящие дома, буквально 100 метров, одинаковой серии, у них было разное теплопотребление. Один из домов, который попал в эти списки энергосервиса, ну, у них зашкаливало, там, теплопотребление, 0,0,19 было. Это одноэтажная башня, 24 этажа. Мы организовали комиссию совместно с главным инженером жилищника и пошли в подвал. Я просто решил, что там есть какой-то труба, теплопровод, в который присоединен, может быть, магазин какой-то, детский сад. Потому что этот дом не мог столько потреблять тепла. Однако, когда мы пришли, то никакой трубы-то не было транзитной. И все тепло оставалось в доме. Но там были нарушены режимы и температурные, и гидравлические. Там разница давлений на входе, на выходе была 2 атмосферы. И такое количество теплоносителя прогонялось, там, 850 кубов в сутки. У такого же дома, допустим, там 600, там, в такой же серии рядом стоял. И когда мы посчитали, что собственники квартиры в этом доме за 2 года переплатили 1,5 миллиона за отопление по сравнению со своими соседями, и сказали об этом собственникам, они немножко прозрели. Короче, эту компанию, энергии сервис, мы выгнали, никто с ней дело не хотел иметь. И об этом не я первый говорил. Вот я когда слушал лекцию Геннадия Алексеевича Каратаева, он вам говорил то же самое. Это жулики, которые пользуются просто незнанием людей. На самом деле нужно просто отладить режим теплоподачи в дом, соблюдать температурный график, и сразу и ваши платежи упадут, и все нормализуется. Не будем топить улицу. Потому что то лишнее тепло, которое нам вливают дома, оно же нам не нужно, просто пошире открываем окна. Вот я из своего опыта знаю, что если нам на 10% дать побольше тепла в дом, вы это не почувствуете. Вы просто пошире откроете окно. Если вам дать 20%, вы еще чуть пошире откроете, вы в это не увидите. Но в платежке эти 20% у вас выявятся потом. Так, это вот я отступил. А потом, да, это я от алгоритма действия. Меня спросили, а как нужно делать все по-научному? По-научному можно делать вот как. Так как у нас нет расчетов точных тепловых по каждому дому, и мы не можем доказать управляющей организации, сколько нам нужно гигакалорий каждый месяц, мы можем только сравнивать. Вот этот месяц было столько, этот месяц было столько. Вот сейчас одну картинку давайте выведем. Рукой так вот это да выведем. Я вам пожалую. Вот это, вот это выведем. И температура за 2019 год. Вот это вы не выводили? Вот это сначала покажите, я покажу. Да, да, да. Сейчас Марина Петровна выведет на экран одну картинку. Это график среднесуточных температур, отопительных сезонов, начиная с 2015 года, по 2019. О, переверните его. Это очень интересный документ. Смотрите. Особенно последняя строчка. Подойдите поближе. Подойдите поближе. Не знаю. У них на целый экран вот этот лист. Не, ну все-то не надо считать сейчас. Что говорите? Каждого месяца? Каждого месяца? Каждого месяца? За отопительный сезон, да, да. А, вопрос какой? Откуда взялись средняя температура? Средняя температура по месяцу и по сезону отопительному взялись с сайта метеостанции РП-5. Это сайт известный. Это данные с метеостанции, которые находятся на ВДНХ. Это северный, северо-восточный. Прошу прощения. Значит, во-первых, как выводится средняя температура, говорили, в пятницу. И можно не повторять. Во-вторых, эта метеостанция, у нас, слава богу, некоторое количество метеостанций по районам. Так что это годится только для вашего куста. Прошлую лекцию, да, замечательно. Значит, прошлую лекцию смотрите. Там сказано, как средняя температура помесячная, каждый день меряется 158 раз, 8 раз каждые 3 часа. Делается средняя температура за день, а потом 30 раз и делите. И получаете среднюю. Скромно, значит, сайтов, которые по Москве дают среднюю температуру по месяцу, нет, закрыли. Так, ну, да, нет, вы обратите внимание на нижнюю строчку, все-таки посмотрите, как у нас скачет температура среднюю отопительного сезона по годам. Зачитайте, пожалуйста. Давайте, давайте. Значит, 2015 год плюс 1. Это средняя по отопительному. Отопительные месяцы это с января по апрель и с октября по декабрь включительно. 2016 год минус 0,8 градуса. 2017 год ноль градусов. 2018 год минус 1,4 градуса. 2019 год плюс 1,7. 2019 год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Что говорите? Что говорите? Да никакой базы нет. По годам. Здесь по строчкам. И можно сравнить по месяцам температуру. Когда был самый холодный январь, когда был февраль. Да. Ну не кельвины, что же у нас. Вообще-то ноябрь и декабрь были самые теплые. Вот 2019 года. И это должно было отразиться не только в ноябре и декабрь. Все месяцы были самые теплые. И март, и апрель. Это должно было отразиться на ваших платежах. Вот в моем доме я слежу за отоплением. И они уже знают. У меня гигакалории мои, поступляемые к оплате, уменьшились на 25% в прошлом году. Я сейчас плачу на 20% меньше, чем в прошлом году. Прошлым в каком? В 2019 год. А как вы сейчас платите за 2019 год? За 2019. За теплый год я плачу. Сейчас меньше, чем я платил в 2019 за 2018. Потому что среднесуточная температура отопительного сезона в 2018 году была минус 1,4, а стала плюс 1,7. У меня гигакалории, ну и соответственно платеж, уменьшился на 25%. Я ощущаю, что это мало. Должно быть больше. Я вам потом покажу еще одну табличку. Так, и вот сейчас запомню, вы видели все температуры. И вот сейчас вы видите. Просто иногда, вот допустим, когда вы воюете с правильной организацией, доказываете, что вас перетапливали, деньги отдайте назад, не всегда получается показывать вот такой расчет. Иногда они как-то умудряются уложиться в температурный график. Я не знаю, что у них за секрет, а перетоп есть. Видимо, они имеют доступ к интегратору. Значит, один дом ко мне обратился, 2019 год есть, да? Обратился ко мне за помощью. Дело в том, что у них платеж в этом году почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Я им говорю, у вас должно быть меньше процентов на 25. А он фактически такой же. И вот посмотрите, у них вот расчетная величина гигокалорий за квадратный метр в месяц, как менялось по годам. Обратите внимание, проанализируйте. И сопоставьте это с температурами. А, температура там среднесуточно-отопительного написана. Не видите зависимости? Не видите. Вы видите, что никакой зависимости нет. Как плавают везде 10 тысячных и плюс там с 10 тысячами, так и есть. Единственное, что провалился год 2017. Когда кое-как был приближен к нормальным показаниям. Вот тем нормативам, которые должны быть по Москве. И вот был такой ноль градусов. Не плюс 1, как 15, не плюс 1,7, как 19. Вот здесь вот явно есть нарушение температурного графика. Я потом взял по суточной ведомости. Ну, не знаю, как там. Ну, там возникли другие проблемы. Но я порекомендовал собственникам, жителям этого дома взять другую, избрать другую тактику. Они платили из расчета 0,08 тысячных в 2017 году, когда среднесуточная температура была 0. В 2019 была плюс 1,7. То есть они фактически должны платить меньше, чем 0,08. Их сейчас заставляют платить из расчета 0,010, 355. И вот на этом основании, говорю, ребята, если уж проводим аналогию, расчетного метода у нас нет, расчетов нет. Давайте мы будем платить тогда хотя бы не больше, чем в 2017 году. Этот номер может пройти, это зависит от них, как они будут настаивать. Если один человек это будет делать, ну, никто не обратит внимание, два тоже. Если полдома захотят платить так, как положено, им перечисление, начисление сделают заново. Это я уверен. Это уже проверено. Вот как можно действовать в этом случае. Все выяснили, нет? Как бороться с перетопой. Нету, да? Нереально? Почему? Микрофон. Выступление после. Мы же... У нас же порядок. Мы выступление, вопросы позже. Как лучше всего анализировать тепло своего дома, чтобы потом грамотно разговаривать с управляющей организацией? Ну, вам, наверное, уже говорили, что нужно собрать вот такие ведомости по суточной за все месяцы отопительного сезона. Начиная с января. Январь, февраль, март, апрель и до декабря. Составляете такую табличку, где в столбце месяцы, потом годы. И все эти гигакалории выписываете. Видно отсюда, нет? Ну, видно должно быть. Здесь крупно написано. Нет, нет, а там нет этого листочка. Вот, кстати, адрес. А фотографии такой нет у вас? Есть такая? А оно выведет? Нет, такой нет у вас. Такой нет, такой нет у вас. Нет, нет, нет. В чем суть? Нужно сделать такую табличку, где... Давайте сделаем. Где бы было отражено потребление тепла вашим домом за длительный период помесячно. То есть вы собираете с 15-го года, вам дадут все, распечатывают. С 15-го года дайте по суточной ведомости, за все месяцы. Заполняйте табличку и суммируйте. Вы узнаете теплопотребление за каждый год. Вот как эта табличка, которая была, только там гигакалории, а это будут чистые гигакалории, которые влиты в ваш дом за год. Татьяна, очень чем-то не заводит. Я рекомендую вам в таком случае. Спасибо. Хорошо. Вот это я с пятого раза поняла, что это нижняя коса таблицы. Ну, я же говорю, самое главное это домысливать. Это очень творчески. Вот эти таблички помесячные, главные цифры и того. Гигакалории за месяц. Да. И вот вы январский берете, февральский, складываете, у вас получается баланс годовой. Для чего вам нужен этот баланс? Во-первых, для того, чтобы проверить ваше начисление. Правильно вам начисляют или нет. Сейчас, смотрите, как выводите. Ну, что выводите. Значит, для справки я вам скажу, что в 354-м поставлении, пункт 31-й, пункт П или Р, там говорится о том, что информация, которая связана с расчетами, с показаниями приборов учета, с объемами коммунальных услуг, должна выдаваться вам по запросу в течение трех суток. Не 30, а трех суток. Пункт 31-й, 354. Потому что управляющая организация очень любит так мурыжить своих посетителей, отсылать их на 30 дней. Это незаконно. Что говорится? Ну, давление, знаете, почему ГБУРЦ я с ними общался? Они говорят, что показатели давления не участвуют в расчетах. Поэтому мы давление можем иногда вам не показывать. Хотя давление им не нужно. Так вот, смотрите, колонки вы видите? Встал все месяцы и годы по годам. По горизонтали. Видите? Вы выписываете. Там, где мне не заполнено, у меня прибор учета там не работает. В моем доме часто ломают прибор учета, потому что у нас очень низкий тип употребления. Таких домов осталось очень мало. Постепенно всех приучают платить много. У нас никакого приучают. Я рада, что бегут. Это бегут, что я удивляюсь. Еще приучают. Нашли фигуры. Обнулять нам никто не хочет. Наши полтежи. Модное слово. Так, ну вы на табличку посмотрели, нет? Так. Вот эта табличка сводная. Это вот, допустим, конкретно по моему дому. Если каждый по-своему сделает, будет видно, как отапливали ваш дом. Если объемы тепла, которые поставляют в ваш дом, никак не коррелируют, ну, не зависят, вернее, от среднесуточных температур отопительного сезона, то это означает, что у вас закачивает тепловую энергию столько, ну, какой-то у них есть минимальный запас. Вот по дому, который вам такой там показывают, там 2000 гигакалорий. И когда я с одним руководителем из МАЭКа беседовал, он сказал мне, если у меня есть задача в ваш дом закачать 200 на 1000 гигакалорий, я это сделаю в любом случае, независимо от того, какая будет температура на улице. Дело в том, что эти гигакалории, это деньги маятовские. У них есть план по продаже, по реализации тепловой энергии населения. Когда они утверждают свои планы ежегодно на заседание Департамента экономической политики, он является регулятором в этой области, в Москве, и утверждает и тарифы, ну, они говорят, допустим, 48 миллионов гигакалорий нам нужно продать население, это на отопление, на ГВС, это 120 миллиардов рублей. Если они не продадут на такую сумму, то у них там проблемы начинаются. Их девки придется брать не выше категории, да, а первой. Да, да, да. Мне вот интересно, а вы что ему ответили на это? А что ему ответили? А, ну, понятно. А у нас есть что ответить? Я не мог ему физиономию на это ответить. А зачем? В экстремиста... Да нет, язык страшнее плетки. Нет, а язык вот, я беру расчеты и воюю, это больше помогает. А вы не пробовали вообще попытаться в Мосэнерго запитаться? Зачем нам этот спрут? Мосэнерго? Ну, тут сложная система. Монополисты, они же внутриквартальные сети, разводящие... Принадлежат на праве аренды. Значит, можно... Да кто вам сказал? Ну, конечно. Все ЦТП, все... Вы видели документы? Вы видели документы? Ну, давайте запрос моих пошли. Зачем запрос? Они есть в открытом доступе, в отчетах. Все сети у них в аренде. У них вообще своих квадратных метров было до недавнего времени 1648. Я говорю про метры квадратные. 16 тысяч и 8, во-первых, у нас тысяч на жилье. А во-вторых, я вам еще раз говорю, все в аренде. Ничего в собственности. Это надо быть идиотом, чтобы держать в собственности сети. Мы, наверное, говорим о разных вещах. Ну, возможно. Возможно, я меньше знаю, безусловно, куда мне. О чем я говорил? Я вас спросила, что вы ответили на известные здесь тем заявления, что сколько объема дали. А, я вспомнил. Все, все, я вспомнил. Значит, объем гигакалорий у них необходим, потому что под это завязан тариф. Они должны столько продать, от этого зависит тариф. Если они продают меньше, они якобы не укладываются, и они в убытке. Хотя, допустим, я смотрел Павел Маек в 2019 году за 2018. У них вместо запланированных 6 миллиардов прибыли получилось 12. Зачем тогда нужна была индексация цен? Для чего цены поднимали нам до сих пор? Если не так, все нормально. Ну, это вопрос там косвенный. Для чего вам нужно знать... Это прямой вопрос. Это прямой вопрос. Он в воздухе повисит. Кому я вам могу задать? Маек. Маек. Я с ними общался. Они не очень, кстати, любят общаться с простым народом. Вот для чего вам нужно знать вот эти итоговые цифры. Вот и того. Вот за год гигакалорий. У меня там не заполнил. У меня заполнил только 15-й год и 19-й. И, кстати, вы видите, в 15-м году у меня гигакалорий было меньше. Где-то на 80 гигакалорий, хотя год был более холодный. То есть у меня 25%, а на 30% должен в платеж упасть. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы проверить расчетный показатель, по которому нам начисляют за отопление. По статье отопления в ЕПД. Вы берете вот эти гигакалории, заходите на сайт Дома Москвы и узнаете площадь всех своих жилых и нежилых помещений своего дома. Нежилых помещений – это не подвалов, чердаков и коридоров, а коммерческих помещений, в которых есть собственник, который используется. Коридоры не входят туда. Когда вы поделитесь на всю площадь и на 12 месяцев, вы поймете, какой настоящий коэффициент. Если он сойдется с тем, который у вас в ЕПД, это нормально. Очень часто он не совпадает. Почему не совпадает? Потому что нас обманывают. Как обманывают? Вот в этой формуле, но я ее не буду писать, там это Q надо разделить на площадь всех помещений, на сумму. Наверняка, чтобы вам ее много писали. Должны фигурировать все помещения. Мы в своей практике в районе столкнулись с тем, что там, где есть коммерческие помещения, и на бывают неплатежи, очень длительные, по несколько лет. А помещения отапливаются, их нельзя отключить, они на общих стояках с квартирами. За отопление это никто не платит. Ну, собственник банкрот. Как у нас был, допустим, один дом, где сначала был детский садик в советское время, потом его приватизировали, там встала гостиница, там хостел, еще чего-то. Ну, детский сад, там все у нас ушли налево. Гостиница работала, потом она обанкротилась, была в залоге у какого-то банка. Три года ей никто не пользовался. И три года за нее не было платежей. А деньги-то нужны МАЕКу. И они, когда рассчитывали этот расчетный показатель для определения наших платежей, а они это считают, и передают данные в МФЦ. А МФЦ уже перемножает площадь каждой квартиры на этот расчетный показатель. Они взяли из этой суммы площадей и исключили эту гостиницу. Если у нас была общая площадь 3600 метров, то они поделили на 3200. То есть только на квартиры. Да, да, да. И у вас это явно тоже есть, у кого магазины на первых этажах или какие-то офисы. Поэтому вот для чего нужно проверять. И люди три года платили, оплачивали эту гостиницу. То есть они платили за свою квартиру отопления и немножко за эту гостиницу. Простите, я не поняла. Во-первых, у нас интересуют нежилые помещения, входящие в состав общего имущества. Поэтому лестничные клетки и холлы, и лестничные площадки, и лестницы, это все, если есть приборы отопления, относятся к нашим площадям. Да, но в расчетках они не участвуют. Нет, участвуют. Не участвуют. Нет, не участвуют. И судья выясняла вот этот вопрос. И это общеизвестно. Что? Коридоры, лестничные площадки, все эти маршицы. Да, в них стоят отопительные элементы, радиаторы. Так. Но так как они относятся к общему имуществу, а тепло на ОДН у нас никак не выделяется, не выделяется. Все тепло, которое входит в дом, должно быть оплачено. Выделить тепло, которым отапливаются лифтовые холлы, коридоры, невозможно. По площадям. Вам ответили. А зачем выделять? Потому что чем больше знаменатель, тем мы меньше платим. А за коридор-то кто будет платить? Мы будем, еще раз вам говорю, мы складываем площадь жилых помещений, плюс лестничные клетки, тамбуры, лифтовые холлы и все тамбуры. Помните, там насчет там? Третья формула. А если мы выбросим каких-нибудь, вот у Фарина это надо было почти тысячу квадратных метров выкинуть, большой дом. Не очень большой, кстати, не очень, что там 12. Мы из этих 7 тысяч, 10 тысяч, да, и 8 с лишним тысяч насмерть боролись, потому что это и был наш выигрыш. То есть наши долги были полностью срезаны тем, что нас обсчитывали. И это не только на моем режиме, то есть не только одно дело, в котором я принимала участие. То, что считают мои, как считают жулики и воры, это и кто на другой стороне спора ротозей, это отдельная проблема. Это 20 раз разъяснено. Не жилые помещения, во-первых, неправильно вы говорите про коммерческие, у них отдельные должны быть счета. Ну ладно, они там, значит, вы их оплачивали. Вот. А второе, это подвалы и чердаки, в которых нет отопительных приборов. То есть есть... Да, их не считают. Но если вы устроите в подвале себе общественное помещение и поставите прибор отопления, то его сразу... И куда его, он же не жилой, и куда его включат? Общий расчет уделить надо. Нет, общий расчет, я не понимаю таких слов. Там написано, жилые такие и сякие. В какой он, в качестве кого в общий расчет его вставят? Сумма жилых и нежилых помещений. Сумма квартиры коммерческих помещений. Да не коммерческие. Ну вы галстуки с валенками. Мы тоже у нас коммерческий учет, поэтому наши площади выступают коммерческим элементом. Коммерческие площади? Я не буду с вами спорить, я вижу, что в этом смысле вы... Я еще раз вам повторяю, галстуки с валенками не надо. Все очень строго. Коммерческий учет, коммерческие помещения, коммерческий учет жилых помещений. Представьте, что помещение на первом этаже, стояк идет из подвала. И что? Стояк до верхнего этажа. Да. А стояк идут отводы в квартиру и в коммерческие помещения. Она точно такая же, как квартира. Значит, это проблема... Ратазия, еще раз вам повторяю, если в доме живут лохи, да, то это их проблема. Школа учит, отсекайте, ставьте приборы и отсекайте отопление. Делайте обводы, отводки. Почему я должна платить за то, что система 60-летней давности, и она очень выгодна, правда? Да, до обсчитывания нет. Там, где налажен расчет правильный, там жители квартиры не платят за коммерческие помещения. А что значит, там, где налажен? Вот я тоже не понимаю этого аргумента. Там есть договор, есть у коммерческого помещения? Есть. Они платят так же. Нет, хорошо, три года. Не два, за один раз. И они платят? Да. Да? Нет, нет, нет. Вы платите только за себя. Русские параметры, если вы не готовы. Так, все. Вернемся к лекции, потому что мы действительно, эта тема болезненная, и дадим лектору продолжать, потому что мы действительно его перебили. Ну, ладно, я вас призвал проверять этот расчетный коэффициент, который, потому что обман есть. Обман был и в моем доме, когда был первый этаж, у меня нежилой. Они тоже не платили. Управляющая организация, ну, не любит судить с государственной организацией, это филиал Министерства обороны. Они говорят, вам надо, вы и судите. Они вообще ни за что не платят. Ни за воду, ни за ГВС. И пока жители не знали, все это разбрасывали на верхние этажи. Вот эти коммуналку нежилого помещения. Когда мы узнали, нас стали снимать. Ну, не стали мы платить, но от этого платежи не появились. Мы хотя бы за них теперь не платим. Если, допустим, вот здесь есть 1000 гигакалорий, то нас 200 гигакалорий снимают, мы оплачиваем только 800. Хотя вот по этим показаниям получается 1000 гигакалорий. Вот так нас вот эти коммерческие помещения снимают. И вы поэтому проверяйте, с вас-то снимают это или нет. Если у вас коммерческие помещения сидят на одном счетчике, на одном ОДПУ с вами, то они, вот эти показания гигакалорий, здесь тоже есть. Их нужно обязательно выделять, чтобы не попадалось. Я в самом начале беседы, но я не очень хочу, чтобы называли это лекцией. Я не лектор, я такой же, как и вы. Просто, ну, пришел к кое-чему сам своей головой. У нас было два тарифа на тепло в зависимости от схемы подключения дома к тепловой системе. Наверное, вам уже раньше здесь на лекции говорили, что у нас есть зависимая и независимая схема. Хорошо, когда независимая схема, когда дом запитан от ЦТП, там стоит бойлер, напичканный автоматикой, и тепло поступает в дом, это регулируемое тепло. Вот как здесь задано. На улице, где температурная графика? Вот как есть на улице, там минус 8. На минус 8, ты подачи и есть. А есть дома, которые запитаны вроде от ЦТП, но там ЦТП используется просто как транзитный узел с бойлером и без бойлера. И тогда в домах это тепло встречают тепловые элеваторные узлы. Тепловые элеваторные узлы, это такие, ну, просто говоря, это железки, там никакой автоматики нет. В них осуществляется подмес. Обратки, приход. То есть, если от магистрали идет, ну, горячая вода, там, 70, 80, 90, там, до 130 градусов, такую воду нельзя в дом подавать. Ну, просто из безопасности. Поэтому там, ну, такое устройство, идет подмес из обратки, из дома идет холодная вода, и она подмешивается. Регулировки там никакой нет. Поэтому этот элеваторный узел можно только настроить на какой-то один режим. Либо на октябрь с апрелем, либо на январь, там, либо на ноябрь. Настраивают, конечно, на самое холодное время года. Поэтому люди там, допустим, в октябре, там, в апреле, им очень жарко. Сделать с этим ничего нельзя. Эти люди обречены на переток. Но для таких людей, так как у них... Что-то, кстати, у нас что-то... В нашем доме ходил слесарь, подкручивал, и у нас все было... А где он подкручивал? Подкручивал рядом... В подвале, подвале, я вам сейчас скажу, что он подкручивал. Мне все равно, что он подкручивал, мы платили меньше всех в городе. Это было самое главное. Сейчас я расскажу, что он подкручивал, мы вернемся на первую картинку. Так вот, вот эти элеваторные узлы, ну, у них нет никакой автоматики. Регулировка там ручная, просто подача теплоносителя. То есть в подвал идет человек, и он подкручивает вентиль. Уменьшает теплоподачу, массу. Вот ЦМТ, который я вам писал, там уменьшается масса. Ну, такой способ тоже есть. И вот для этих домов был пониженный тариф. Эти дома, как правило, низкоэтажные. Пятиэтажки, семиэтажки, там, ну, 56-го года, 60-го года постройки. Для них был пониженный тариф. Он был на 30% ниже. Я говорю, если сейчас 2,400, то для них 1,900, как магистральные подключения. В прошлом году было 2,300, 1,800. Люди об этом просто не знали. Им оставляют счет максимальный. Если вы живете в таких домах, вы можете сделать запрос в жилищник. И посмотреть, по каким ценам, по каким тарифам МАЭК выставлял на ваши дома тепловую энергию. Если вы увидите, что там пониженный тариф, там не 2,300, ну, требуйте перерасчет за 2017-2018 год. Почему-то именно за эти годы. Потому что, ну, 3 года заканчиваются на 2017-м годе, а с 2019-го года в Москве отменили этот тариф, ну, такой для этих домов. Возмущение это не вызвало, потому что люди просто этого не знали. Те дома, которые мы вскрыли, подключенные по этой схеме, сейчас у нас в районе получают перерасчет. Где-то домов у нас 7 или 8. Семиэтажные дома получают деньги за 3 года. Потому что с прошлого года они начали получать. Так они деньги или перерасчет? Ну, перерасчет живые деньги не отдает им. Почему? А штрафы почему они не требуют? Ну, штрафы это жилой инспекции. Да нет. Почему? Что гражданин, которого обсчитали, имеет право на штраф. 50% от числа излишних числ. Вы знаете, такая схема, там сложно найти виновного. Дело в том, что у нас МАЭК выставляет счет управляющей организации, ГБУ-жилищник. ГБУ-жилищник передает данные в МФЦ. Счет нам выставляет МФЦ. Мы деньги перечисляем в ВТБ. И что? А то, что... Договор с кем? Договор с кем? Крайняя управляющая организация. Договор с ГБУ-жилищник. Значит, вот она пусть потом в регрессе, у всех остальных гавриков деньги возвращает себе. Это, извините, третий курс ВИРФАКа. Нет, она не может этого, знаете, в чем это делать? Потому что эти деньги, если бы все плательщики платили как следует, эти деньги, излишки, которые платили в собственники квартир, подключенные, они бы всплыли. Они всплывают? Не всплывают. Да, как у ГБУ-жилищник. Я вам рекомендую посмотреть наши лекции. Вы извините, но я не в состоянии это выдержать. Хорошо, я прекращаю. Эта серия вечно должен. Если в Москве оплата составляет 98,8%, а платежи торговых кредитов крупнейших плательщиков 72% и сдохни из 100, которые я тебе должен, и они почему-то процветают, то вы говорите о том, что оказывается, есть такие проблемы. Да оставьте Бога ради. Эти деньги взимаются дважды и трижды и более раз. Поэтому нас это не должно интересовать. Принесите мне эти данные. Я читала отчет вот по четвертому кварталу. Не надо. Ну вот со мной не надо по Богу делам спорить. Боже мой. Какие 70%? Эта система рухнет, если 80% будет. 86% Северной Осетии кончилось с тем, что поотключали полреспублики. И потом, смотря как считать, по каким правилам Бог учета. 70% на какую дату? Вы когда-нибудь думали, что это расчисляется на определенную дату? На 26 число текущего месяца? Я не вам говорю, я говорю этим нашим слушателям. Запомните, у нас целых три учетных числа в месяц. И из вас можно делать помесь крокодила вообще с велосипедом. Это 15-е, 26-е, правильно? И 6-е число. И на каждую из этих чисел начисляются ужасы. Но настоящее подведение итогов вообще делается по укропненке раз в квартал. 70%. Мне прям плохо стало. Неужели москвичи превратились в революционеров? Да. Ну, я что-то как-то не замечаю. Вы платите? Нет. Кошмар. Вот мы, наверное, все тут сидим и все не платим. А вокруг нас, в нашем доме, платят все. Правильно? Отлично. Ну и что? Я в долгах не пришла. Опять исковое на 75 тысячи, 8 тысяч пенни. Ну и дальше что? Вот как прислали, так и уже мы это... Да. И они опять в мировой суд. Вот это меня убивает. Нельзя два раза по одному предмету обращаться. Такие юристы сидят. Так что вот так. Хорошо. Значит, у нас два тарифа. Я не поняла все-таки, какая это система, на которой начислялся пониженный тариф. Это дома, подключенные по зависимой схеме от ЦТП, где отсутствует бойболер, где нет регулировки тепла. Это просто через элеваторный узел проходит. Механический подмес там. Механический это как? Просто вода подмешивается. Там есть разрежение, камера разрежения. А более автоматика, там на входе от магистрали, там автоматика срабатывает клапаном. Если нужно побольше подогреть, с магистрали больше воды берется. Вот красная магистраль подача. Там этот ТЭЦ, который идет, там очень высокая температура. Если вы посмотрите температурный график, это самая левая колонка. Посмотрите там, какие температуры. Там до 130 там доходят. Вот видите там, вот это магистральное тепло. Такое тепло в дом подавать нельзя. Там нужно обязательно понижать, разбавлять. Ну 130 градусов, представляете, перегретую воду подать. Ну вот вы какие вещи, говорите, ужасные. Должны услышать в городе Рязани. Вот у меня на ОТР, прям в прямом эфире, стоял товарищ из управления, от тепловиков и говорил, что вы хотите, что 28-30 градусов в квартирах, мы подаем 125 градусов в дом. А вы говорите, что нельзя. Нет, подает он подает, а кто там принимает, что в квартиру попадает. Да, прямо он говорит, вот это вода, вот этот умник стоял перед всей страной и врал. И я посоветовала на весь, естественно, на всю страну проверить, в каком переходе он купил диплом. То есть это, я сначала ушам своим не поверила, потому что, ну, есть же предел вообще. 95 предел же есть. Вот, нет, есть предел лжи и безграмотности, да, как-то, да. И самое интересное, что через неделю это вернулось. И меня уже спросили в эфире жители, что это за ужас. Вот, то есть это вот такая вот, к сожалению, очевидно, и они отвечали это этим домам, 8 домов, в которых была страшная вот эта вот температура. То есть я призываю всех, кто слушает нас вот в эфире, никогда не верить вот этим вот безумством свыше 100 градусов. 110, 125, 150 есть еще на крайнем сенте. Вот, да. Учтите, что все с понижением должно быть. Конечно, с понижением. Но. Ну, понижение бывает разное. Вот вы параметры посмотрите. 105 на 70, 95 на 70 обязательно идет. Либо через болер понижения, либо через элеваторный узел. Ну, что такое элеваторный узел, вам на словах и на рисунке не покажешь, лучше посмотрите в интернете. У нас на прошлой лекции и на позапрошлой все это объясняли. Это все мы знаем. Это такое примитивное устройство, которое было придумано на заре теплофикации. И от него, конечно, уже нужно давно отходить. Как от открытых систем горячего водоснабжения. Кстати, вот по закону о теплоснабжении их с 1 января 2022 года уже не должно быть. Должны только закрытые системы. Но в законе о теплоснабжении вообще ничего не говорится о зависимых схемах. Хотя от них тоже, конечно, нужно уйти. И маяк почему-то в схему теплоснабжения на 1935 году, кажется, тоже об этом ничего не нашел. А как вы думаете, почему? А потому что жалко деньги тратить на это. На это же надо модернизировать. Но они такие бедные, вы не знаете, они веревочкой подпоясываются. Да, да, несчастные. Может быть, у вас есть иная, вообще иная церковь? Нет, нет, они бедные. Я когда с ними общаюсь, они постоянно говорят, что денег не хватает. Низовое звено жалуются, что у них нет на закупку автоматики, никаких ни запчастей, ни комплектующих ТТП нет. Они чуть ли не по помойкам там побираются, ходят. Вот такая информация. Мне информация их мало интересует. Если вы в уголовном процессе посидите и послушаете, что насильник рассказывает, так вы поймете, какие женщины окружали этого несчастного человека. Поэтому меня интересует ваша оценка. Нет, моя оценка, если я дам свою оценку, я в прямом эфире, она будет нецензурной. Нет, а вы попытайтесь перевести это на литературную почву. Просто я всегда говорю людям, таким же жителям, собственным эфирам, как я, что свои права нужно отстаивать. И с нами обращаются ровно так, как мы себе позволяем это делать. Вот и все. Я говорю, а что нам делать? Вот нас вот там перезапили, нам платеж увеличили. Что нам делать? Когда вас грабитель встречает на улице, говорит, отдай мне сумку, что вы делаете? То же самое делается. Вас точно так же грабят. Итак, Татьяна? Да, согласна. Пожалуйста, шумите, кричите. Вы не пробовали такой путь, это мы переходим к вопросам и выступлениям, как, например, при перитопе, согласно 354-му постановлению, это поставка некачественной услуги. И вы можете отсчитать от 18 градусов пропорционально деньги, которые с вас требуют. Да такой формулы нет, Татьяна. А зачем мне такая формула? Это логика, которая лежит прямо внутри в приложении номер 2. Там написано, что если у вас уровень температуры на 4 градуса больше нормы, нет, там установлено, то у нас 18 градусов вообще написано. 18 – это не норма, это нижний предел. Где? Значит, еще раз. Не ниже. Не ниже 18. Это не предел. Это не предел. Пожалуйста. Вот я, 18. Нет, это неправильно. Да, конечно. Вот я пересчитываю. Деньги у меня. Поэтому я права всегда. Запомните это. Прав тот, у кого деньги в руках. Вот наши бездумные деньги у МАЭКа. Он прав? Он из нас сделает барахло. Все. Значит, вот здесь обратная ситуация. Деньги у меня. Я считаю так. Если у меня 24 градуса, а в нашей климатической зоне наглость заключается в том, что мы должны зубами клацать при 18, то мы должны этот показатель обернуть против жуликов и воров. Пересчитывать и оплачивать строго в соответствии с двумя постановлениями. Мы пишем заявление о том, чтобы нам построчно учитывали суммы. Построчно. Дорогие друзья, читайте 491-354. Там все это есть. И платим по этой строке попропорционально. 1000 гигакалорий, допустим, рублей. Не знаю, на что они там считали. У меня 24 градуса тепло. Хорошо. Не хочу платить. Значит, 22 на 24 получаем процент. Что больше чего. И вот этот процент переводим в деньги. И платим меньше. То есть платим только за 22 градуса. По формуле 18 плюс 4 еще не отменили, что будет 22. Не, ну если отменят, конечно, то да. Кто более робкий может считать от 24 градусов, значит, плюс 4, когда 28, 30 и прочее. Я много лет об этом говорю. Люди предпочитают, как нормальные герои идти в обход, вести переговоры с жуликами и ворами, соглашаться заранее. Сначала, что 18 градусов, когда приходит эта свора, мерит тебе температуру. Вы говорят, а что такое? Сначала с этим соглашаться, а потом топить окружающую действительность и оплачивать это вот с восторгом и упоением. Поэтому призываю вас, есть очень простой способ. И когда вы накопите эти недоплаты, и вы, наконец, возможно, встретитесь с ними в суде, маловероятно. Потому что вашему кошельку большой выигрыш, а им не очень. Вы недоплачиваете 700 рублей в месяц, допустим, да? Это много. Ну, за год 8-200, ну, сколько там, да, 8-400. Это не сумма, ради которой они бегут со страшной силой в суд. То есть здесь вопрос тактики и понимания логики процесса. А сами по себе эти суммы в несколько тысяч рублей, они очень приятны в домашнем хозяйстве. Еще вариант. Вы эти деньги откладываете на что? На депозит. Опять 25. Да что же я 10 лет одно и то же говорю? На депозит. С процентом. Наступает эпоха расплаты. Приходит в суд их юрист, заочно кончивший в Лесотехнической академии юридический факультет по административному праву. И с вас эти деньги взимают, питаются. Ну, я не знаю, как они там пойдут даже к приставу за такими деньгами. Но у вас уже эти деньги есть. И есть два варианта. Вы приходите прямо в суд в процессе и говорите, вот 8 тысяч я уже положил на депозит сюда. Им отказывают в иске, потому что предмет иска исчез. Деньги уплачут, а не прямо на депозите суда, понимаете? Не, они ничего не управляют и в кармане. Боже упаси. Ну, зачем же торопиться? Потом они выносят решение. Суд наш самый справедливый, который сегодня показал, чего он стоит в решении Конституционного суда. И там может оказаться, а вы продолжаете доказывать свою правоту, и может оказаться, что вы должны меньше. Мало того, что 8200 дали вам каких-то 6% годовых, что тоже приятно, знаете, как-то они валяются под ногами. Это будет целых 400 рублей. Это замечательные деньги. Торт можно будет купить. Что за деньги, я не понимаю, вот этих рассуждений. Ага, деньги вообще вредны. Нет, деньги вредны больше, чем тороп. Второй вариант. Это вы еще получаете разницу, то есть вы ее выигрываете. И вам назначают, но денег управляйка так и не увидит, потому что они будут в казначействе депозит. Сюда это деньги федерального казначейства. Тот, кто пытался вырвать из федерального казначейства бабки, может рассказать отдельную историю. И вот перед вами сидит человек, который этим занимался. Так что насчет того, чтобы не доплачивать, перспективы очень высокие. И я всегда об этом говорила. Все, спасибо. Теперь давайте вопросы. А то я прям тут что-то раздухорилась. Я считаю, что прав на связи с каким-то человеком не будет. Я не знаю. Раньше у меня был... Каждый из трех моих мужей был всегда прав. Нет? Нет? Так, друзья, тут есть вопросы. Значит, добрый день. А как выяснить, кто в Подмосковье устанавливал тариф на тепло? Ну, ответили же тут. Ну, администрация каждого района подает свои вожделения. Но это вожделение поставщиков тепла. Тысячу раз объясняли на наших лекциях. Смотрите лекции тарифы, и там все рассказано. В том числе и сказано и про Московскую область. Потому что субъект федерации определяет свою тарифную политику. Если перевести на русский язык, назначает эти тарифы после того, как их подали ресурсно-экономическим комиссиям, прошли экспертизу, вот, завезли в фуру денег девушки. После этого вот... А население в это время яростно выращивало клубнику. Так что, ребята, каждый занят своим делом. Ну, и тут в качестве комментариев к вашему выступлению, Татьяна Васильевна. Живу в Уфе, в МКД 64-го года постройки. У нас подается тепло по графику 150,70. И у нас элеваторный узел. В актах повторного допуска в эксплуатацию узла учета за подписью технического директора ООО БАШ РТС так и написано. 150,70. Ну, и что, что? И не горят у них батареи? Вот вам, пожалуйста. Вы говорите, что нельзя подавать. Это вход, а в квартире у них нет 150. Боже мой, ну... Это показатели входного тепла. То, что из магистрали приходит в ваш дом. Это тепло идет в элеваторный узел, где осуществляется подмес из обратки. Поэтому непосредственно в квартире у вас идет совсем другая температура. Там должен стоять еще температурный датчик уже после элеватора, который замеряет температуру. Который непосредственно пойдет в стояки по дому. А так, вероятно, вам и начисляют на 150, если... А что, жалко, что ли? Все-таки у меня никакие башкиры эти в Уфе. Такие капризные, не понимаю. А 175 чего не начисляют? Платят же? Так, ну, вопросов сегодня нет. Да, да, сейчас, подождите. Не, не, только через микрофон. Скажите, пожалуйста, даже для условий Москвы, могли бы вы отметить какие-либо принципиальные отличия в расчете подобных схем для апартаментных комплексов? То есть то, что с точки зрения законодательства является собственностью, совокупностью собственности исключительно нежилых помещений. Сейчас такие комплексы распространены в Москве. Подчеркиваю, они на 100% состоят из нежилых помещений. Ни одна квартира. Хорошо. Чем вот технически ваши апартаменты отличаются от МКД? Ничем. Значит, расчет по теплу там точно такой же идет, распределение тепла. Единственное, что у вас, наверное, там приборы учета индивидуальные в каждом апартаменте. В каждом месте это уже общий один, да? То распределение по площадям просто идет. То есть точно так. А что, тарифы у них по этим? А тарифы, это нужно смотреть, у вас свой собственный тепловой узел есть в подвале? А вот это. Надо точно узнать. Вообще сейчас новые дома все строят уже со своими бойлерами. И вот то, что написано там ЦТП с бойлером, у вас такое ЦТП, ЦТП это тепловой узел, который обслуживает два и больше дома. У вас индивидуальный тепловой узел наверняка с бойлером. Поэтому вы покупаете тепло по пониженному тарифу, по 1900 рублей, и по этому же тарифу вам управляющая организация должна и продавать тепло. Она не имеет права делать наценку на коммунальные ресурсы. А потому, что вы покупаете магистральное тепло. Откройте приказ 233, запишите, 233, Департамент экономической политики Москвы от 3 декабря 2018 года. Он утвердил тарифы на 5 лет. У нас тарифы уже расписаны на 5 лет с индексацией ежегодной. Экономической политики развития Москвы от 3 декабря 2018 года. Там есть, увидите, два тарифа. Подключение до ЦТП и после и над ЦТП. Вот у вас, под вас подходит до ЦТП. Потому что у вас свой ИТП, вы сами преобразуете энергию, вы сами ее понижаете и регулируете. Вы за это заплатили, потому что вот этот тепловой узел, но вы, наверное, когда покупали, вы там оплатили все. Не готов еще объект. Да, ну, да, там решайте сами. Вот живые самоубийцы к нам приходят. Просто вот когда, я не про апартаменты, а про новостройки говорю. Там, когда люди покупают, они не знают, что покупают. Они говорят, вы читаете договор, что вы хоть купили-то. Они даже не знают, что они купили. А потом задают вопросы. Они не знают, что у них в подвале, какое оборудование стоит. Есть ли оно там вообще или нет. Вот Татьяна Войсина постоянно с этим сталкивается. Татьяна Войсина постоянно говорит о людской жадности и безмозглости. По поводу того, что жалко 10 тысяч юристу заплатить за то, чтобы он прочел. И 5 тысяч аудитору, да, и еще 10 тысяч специалисту. Это один договор, читают, 3 человека. Ну, жаба душит. Заплатить 6 миллионов за охотку не жалко, понимаете? Да, а 25 тысяч за то, чтобы тебе сэкономили жизнь? Это, конечно, нет. Никогда. Вообще, такую работу... Вы знаете, что у нас нет такой работы юристов? Вот эти вот миллионы, что заезжают вот в эти вот... Вот это, вот в это. Вот. Они только потом приходят в себя. Это такое массовое помешательство на почве квадратных метров. Так, конечно, вот я на Алексеевске каждый раз выхожу и вижу перед собой жуткое такое одорогло, которое все из апартаментов состоит. И такие сотые, сотые, сотые. Это известный проект гостиницы, где там... Только там 9 метров квадратных в гостинице в этой должно быть в номерах однокомнатная. Ну, а тут, наверное, квартирки какие-то метров 14-15. Ну, что нет? У нас в Люблино сейчас продается квартира 8,7 метра, однокомнатная. В ней есть кухня 2 метра. Что вы понимаете в домашнем хозяйстве? А туалет, очевидно, в строю такой, который выкатывается из-под этого самого... Так, выступление. Да, пожалуйста. Я из сегодняшней лекции понял конструктивное только одно, что надо обнулять платежи. Обнулять все надо. Костерненный суд постановил или нет? Все обнулить. А он не постановил все обнулить. Просто не ходите в банк, не посещайте банкоматы и все. Вот, да. Я не зря задавал во время лекции, пытался задавать вопросы, потому что, когда контекст непонятен, то непонятно, о чем говорят. Когда понятийный аппарат не определен, предметы рассказа непонятны. Вот. Значит, энергосервис, что за компания, чем она занималась, что? Не все, которые здесь присутствуют, обязаны это знать. Подтекст в чем заключается? Ну, энергосервис – это очередная такая мошенническая конторка, завязанная, конечно, на правительство Москвы, которая рассказывает сказки вот этим недогорожанам про то, что им надо обязательно устроить там какие-то очередные энергосберегающие глупости за большие деньги, да, как принять решение общим собранием, и потом внести, и потом пять лет этим жуликам, значит, платить. Да, причем, почему, не знаю. Вот. А у них нет обычно никаких документов, ничего нет, проектов, естественно, нет, дом, естественно, не обследован, но люди не знают таких слов в принципе. И я знаю несколько примеров, когда на это, значит, дочку на эту попадались, и насколько я знаю, значит, у них тут же стало холодно, именно тут же это на 18 градусов, установили, пришла зима, оказалось, что холод собачий. И когда они пришли и сказали, что же это такое, им сказали, нет проблем, будете доплачивать в полуторном размере за каждый градус, но еще столько же, вот сколько вы там заплатили, за переналадку. Причем тут на рынок, они же в конкретном этом... есть известное, что значит, выгнать за шею, и все. Вот, да, ну там есть? Так, ну, значит, вот что должны мы... Да. Значит, что у нас сегодня еще в повестке дня? Вот письмо, я не знаю, вы получили эти письма, Марина Петровна? Письма розданы? Да. Значит, сделано заявление в ГБУ МФЦ города Москвы. Здесь, хотя у нас и присутствуют люди, которым уже обещали, что у них будет конкретно в их округе указаны показания о ДПУ, ну, коммунальных услуг, но у всех остальных этого до сих пор нет. Поэтому, как я и обещала, я сделала письмо для тех, кто вступил в группу. Вот. Потом оно... А у меня есть, да, моя личная. Вот оно аж на целых, на двух страницах. Но я вам его все-таки прочитаю, если вы не возражаете, чтобы вопросы, которые по ходу возникнут, мы могли бы здесь обсудить, а дальше посмотрим. Значит, обсудим. В ГБУ МФЦ города Москвы адрес дается, это их юридический адрес, Вознесенский переулок 22, от, вставляете фамилию, это все в электронном виде к вам придет. Адрес, умоляю, с почтовым индексом, ну, прекратите вы писать по-деревенски. Вот, потому что почта ругается и письма пропадают. Телефон свой, ну, если хочется, электронную почту тоже. Значит, заявление. Это от каждого персонально. Ежемесячно мне на домашний адрес доставляется единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. ЕПД. В составе ЕПД с 1 января 2015 года введены графы для размещения показаний общедомовых приборов учета холодного, горячего водоснабжения и отопления. Согласно пункту 3.2 постановления правительства Москвы 24 апреля 2007 года, номер 299, тут оно длиннющее, не буду вам голову морочить, значит, многофункциональные центры предоставления государственных услуг выполняют функции. Дальше указано с какого года. Что здесь произошло? В 2007 году издали вот это гениальное, значит, постановление 299, а вот создали эти многофункциональные центры или не создали, а собрались и только через 5 лет МФЦ пришили, наконец, функцию в 2012 году. Какие функции? Начисление платежей, выполнение функций жилищных организаций по начислению платежей. Обратите внимание на эту фразу. Значит, у нас теперь управляющие организации на основании вот этого постановления никакие платежи не начисляют. Вот это вот, неизвестно что, выполняет функцию мужа соседки Марии Ивановны. По юридическому смыслу вот этого вот. Так, ну с какого? Это года с 2014. Дальше, выполняет функции информационного обмена и взаимодействия с участниками системы расчетов за жилые и нежилые, коммунальные и прочие услуги. То есть, кто у нас система расчетов, функции, кто? Это коммунальные и управляйка. То есть, ресурсники, участники информации, информационного обмена и взаимодействия с участниками. То есть, МФЦ как-то там с ними взаимодействуют. Постановление не раскрывает так. И введение базы данных и предоставление жилищным ресурсоснабжающим организациям информации, необходимой для введения учета платежей за коммунальные и прочие услуги. Значит, вот это нас только эти три пункта интересуют. То есть, на них возложена обязанность вот в эти самые ЕПД вставлять данные, судя по вот этим трем пунктам. Однако, до сегодняшнего дня указанные показания в ЕПД района, вот здесь вы указываете район, каждый из вас пишет о своем районе, только отсутствуют. Таким образом, подведомственные ГБУ МФЦ города Москвы подразделения МФЦ, дальше указываете моего района, Перовского, там, не знаю, Тверского, район текстильщики, не выполняет свои прямые обязанности. То есть, мы к обвинительной части перешли. Да. Возможность такого длительного бездействия свидетельствует о том, что ГБУ МФЦ города Москвы отсутствовал в ГБУ и отсутствует контроль над деятельностью подведомственных подразделений. Этим фактом устанавливается грубое нарушение моих прав как собственника и потребителя на получение информации об объемах, там же что у нас объемы, качестве, если сказать, почему качество, очень просто. Если тебе не подали, то качества нет. Так написано в этом. И периодичности оказания услуг по холодным, горячему водоснабжению и отоплению по моему дому. Лишение у меня права проверки этих данных в нарушении закона о защите прав потребителей, правил содержания общего имущества в МКД, правил изменения размера платы за содержание, это в общем все три, я не стала писать, 354, 354, 354, обойдутся, я так полагаю. Значит, и правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользованиям, значит, наши в многоквартирных домах, и нарушения ряда постановлений правительства Москвы. Прошу, перешли к простительной части, объяснить мне причину систематического нарушения моих прав, в форме неисполнения вверенной вам организации, опа, я тут забыла, там надо было писать руководителю МФЦ, и ее подразделения МФЦ района, какого-то своих обязанностей. Прошу проинформировать меня о мерах, в том числе дисциплинарных, предпринятых ГБУ МФЦ Москвы, для исправления ситуации и недопущения впредь указанных массовых нарушений. Прошу предоставить мне данные показания ХОДПУ, ХВС, ГВС и отопления МКД по такому-то адресу за периоды 15, 16, 17, 18 и 19 годы. Понятно? Значит, теперь по поводу вверенной вам организации, это второй абзац на второй странице. Значит, есть два варианта. Или мы пишем руководителю ГБУ МФЦ на первой странице? Ну, не обязаны вы писать, уважаемая Марья Андреевна, не обязаны. Хотите, пишите. Ну, не обязательно совершенно. Либо тогда вот здесь веренных вам надо убрать, потому что это я об одном думала, а другое писала. Ну, вот это, вот это подпись дата, ну, расшифровка, само собой. Это первое письмо. Дальше нам следует, вернее, параллельно написать в это самое, в управляющую организацию. Потому что, как совершенно справедливо здесь говорилось о том, что отношения у нас же только с управляйкой. То, кто оформляет, понимаете, эти разговоры, вот, которые я регулярно слышу в судах, что? Так МФЦ же! Это вообще, это вот, это уловка, нечестная. У нас по договору есть только управляющая. Значит, мы должны ей написать, что мы можем запросить у них, в принципе, то, что предложено было на лекции, прямо температурные графики, и все с 15-го года, опять 25. Почему с 15-го? Во-первых, в 15-м они только их и начали получать. Во-вторых, мы, потому что, если будем судиться, нам точно исковую удовольствие отбросить. Но что бы не иметь, в общем, из серии хотя бы. Понимаете, это тот товар, который, в общем, кушать не просит. То есть у нас никто не знает, откуда выскочит заяц. Нам сегодня нужен какой-нибудь 17-18-19-й годы, да? А мало ли что, может, нам понадобится 15-й. А охранятся они по закону 5 лет. В этом году, 15-м годом исчерпывается. Дальше они имеют право их уничтожить. По закону. Поэтому нам надо быстро-быстро выпросить, ну, в смысле, затребовать. Вот на сегодня у нас, во-первых, мы получили ясное представление о том, как именно, что мы можем сделать в самых разных формах от одиночек. Потому что наша с вами компания, это такая компания невинных одиночек, которые решили почему-то из 20 районов Москвы поинтересоваться, что там делается в этом конце. Во-вторых, я хочу вытащить на поверхность эту самую осу ЕРЦ, которая на самом деле рассчитывает якобы, вернее, снимает показания. Причем, по какой логике, я тоже не очень могу понять. Они у них на балансе. А собственник кто? Баланс – это бухгалтерский учет. Кто собственник? Правительство Москвы. Нет такого тетки правительства Москвы, которая вот так держит, сгибаясь под тяжестью, счетчики. Понимаете? Это всегда какое-то конкретное подразделение. И мы должны это выяснить. И кто платит. Это вот пока, потому что в свое время, когда я призывала покупать эти счетчики, то есть, ну, и самостоятельно, естественно, оплачивать потом их обслуживание, ну, и снимать показания, никто на это не пошел, запуганный вздутыми в 3-4 раза ценами на них. Потому что рассказы фантастические, значит, это безумные. Полтора миллиона. Если бы в моем доме не было бы трех этих систем, я бы еще могла в это поверить. Понимаете? И шесть счетчиков, и манометров, и всего на свете. Потому что вот вывод, вот вывод, вот вывод. Общий. Вот. Давайте, если у нас такая будет возможность, давайте мы эту работу продолжим. Теперь о возможностях. Сейчас закончу, там вопрос появится. О, давайте вопрос. Ну, я думаю, что просто человек как бы не очень понял. Значит, в нашем доме, по данным МАЭК, расход тепла в 2018 году был 13395 гкал, а в 2018 году 1432, я без сотых и десятых. Как нам быть, если зима в 2019 была теплее, чем в 2018? Ну, это же только сейчас, как бы, все. Да, это тоже хорошо. Ну, я же говорил, что нужно взять по суточной ведомости на отопление за 2018-2019 годы и проанализировать просто, где обман, где что не стыкует. Потому что я не очень ловил гигакалории где-то 13 тысяч, а где-то просто тысячу. Там у меня ошибки нет никакой. Они вам скажут, что газ подорожал. Темные вы какие, прям страх. Но таких много домов, они как раз не обращаются. Почему они сейчас должны платить больше за теплый год? Это нужно только брать вот эти документы и анализировать. Проверять температурные графики. Если нет, такая зависимость есть, то нужно все перепроверять, просто пересчитывать. Не должно быть такого. Теплый год, значит, платеж меньше. Спасибо. Спасибо.